Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу и ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, нет другого имени под небом, данного нам людям, которому принадлежало бы нам спастись, которым спасены, которым мы спасаемся, Он наша Пасха, Он наше спасение, наше исцеление, Он наше все. Так что, друзья, приветствую всех с Киева, с нашей Киевской архипископии, информаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Вот в эти дни приготовляемся к Пасхе, уже такие предпасхальные дни, с начала месяца Ниссан, конечно, такое трепетное ожидание праздника и наш праздник, конечно, это Сам Господь Иисус Христос, Иешуа Машиа. Да, друзья, сегодня уже шестое Ниссана, вот по календарю библейскому шестое Ниссана, 1779 года от сотворения мира, от нашего исхода, 3331 года. Вот, а по гражданскому исчислению сегодня 11 апреля 2019 года. Вот, и само приготовление к Пасхе остается еще больше недели. Да, сегодня у нас, да, шестое Ниссана, а Пасха у нас, это, 14 Ниссана, получается, да. Сегодня четверг, да, у нас шестое Ниссана, следующий четверг будет уже 13 Ниссана, да, и уже пятница, это будет 14 Ниссана. Вот, ну мы сделаем такие, пасхальные такие служения и 13 Ниссана, и 14 Ниссана, и 15 Ниссана, вот, и потом всю неделю, пасхальная неделя, или как назвать ее правильно, библейски, назвать ее правильно, неделя опресночная, да, потому что после, сразу, после полнолуния Ниссана, после, вот, 14-15 число, да, мы говорим, наступают дни опресночные, ну, согласно Библии, в общем-то, так оно и есть, дни опресночные, ну, и дни опресночные, это тоже, для нас это сам Господь Иисус Христос, Он наш опреснок, Он наш Матца, Отца Праведности, Аллилуйя. Вот, как Павел пишет, апостол, будем праздновать Пасху, да, будем праздновать, будем праздновать, не за кваску порока, а лукавство, но с опресноками чистоты и истины, опресноки чистоты и истины, вот, это потрясающе, действительно, потрясающе, вот, опресноки чистоты и истины, сравнение, в Библии и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, вот, двух разных хлебов, как бы, да, пресный хлеб и квасный хлеб, вот, пресный хлеб, он, отца, да, опресных, он всегда в Библии ассоциируется, сравнивается с чистотой и истиной, святостью, ассоциируется с Господом, с Исходом, и с царством тьмы, с жизнью, вот, с победой жизни, да, над смертью, победа света над тьмой, вот, много прекрасных сравнений Библии, мы читаем, как раз, вот, перечитывая историю праздника, историю Исхода, вообще, как такового, мы, конечно, благодарим Бога Всемогущего за то, что Он наша Матца, Он наша праведность, Он наша пресная, вот, и, да, раз в году мы хрустим Матцой всю неделю, вот, и благодарим Бога за жизнь, аллилуйя, благодарим Бога за то, что мы не рабы, рабы не мы, то, что вышли из Египта, в каждом поколении Исход совершается, в каждой судьбе человеческой совершается исход от света к тьме, да, это падение, извиняюсь, а из тьмы во свет это исход, потому что в каждом человеке, к сожалению, да, по умолчанию, вот это вот, ну, беда, по умолчанию стоят такие опции именно к тьме, стремление какое-то такое к смерти, вот, и начиная с нашего пращура, да, нашего праотца Адама Ветхого, вот, со дня которого рождение, да, которого прошло уже 5779 с половиной лет, вот, и с нашей праматушки Евы, да, вот, с них началась эта беда, такое, как вот написано, в Новом Завете очень страшно, в Ветхом страшно написано, а в Новом еще страшнее написано, что возлюбили тьму, написано, возлюбили тьму, не просто, ладно, там, значит, как бы просто во тьме живущие, как бы, ладно, это так, это полбеды, но именно возлюбили тьму, и вот эта вот любовь ко тьме, любовь к смерти, любовь к греху, проклятию, беззаконию, вот, она, к сожалению, это тяга, так бы, любовь, ну, как тяга в смысле, вот, это по умолчанию стоит в сердцах людских, мы называем в христианстве это первородным грехом, вот, в иудаизме нет такого термина, но, в принципе, обозначение есть этого зла, это называют в иудаизме спокон веков, называли и называют Эцерара, злое начало, Эцер, да, вот, злое начало в человеке, но, в принципе, как ни называют, а хрень резко не слаще, как говорится, дело не в терминах, не просто в словах, а в самой сути этого вопроса, потому что Эцерара, это, как раз, злое начало в человеке, так что, и действительно, вот, здесь просто сейчас я в парке, вот, и этот парк Киото, кстати, кстати, маленько капает, не хотелось бы, но был дождь уже, я думаю, уже достаточно, все, но вроде собирается еще дождь, это парк Киото, здесь люди ходят, как бы, но я молюсь, хожу, вот, утром проще, конечно, или поздно вечером, ну, вечером не так, а вот утром хорошо, вообще никто не мешает, вообще, благодать, красота, вот, можно помолиться, так вот, и никому не мешать, вот, здесь и на горке, да и, вот, значит, где, здесь как раз покажу, сад камней, вот, и вот как раз здесь, собственно, вот, там такие горки и монументы, здесь вот Киевский национальный торгово-экономический университет, Кнут, да, как бы, вот, так что, вот так, друзья, вот, и, вот, я ваш покорный слуга, благословение всем вам, и вот, приближаясь к Пасхе, да, к календарной Пасхе, я благодарю Бога за то, что наша Пасха, это сам Христос, это не просто календарный праздник, это не просто день в календаре, а это сам Машиах, сам Мессия, который выводит нас из царства тьмы в царство света, великий исход совершается, даже еще в Талмуде писалось, что каждый, кто вот ест вот Пасхами Седор, да, Пасху, празднует, он должен ее праздновать так, как будто он сам вышел из Египта, сам выходит из Египта, вот, и, да, вот так вот, и во времена Нового Завета это действительно актуально, это действительно так, вот, так что и все эти дни, вот, все-таки накапливается, жалко, ну, ладно, придется прервать, даже и на телефон уже календарно, я думаю, что каждый из вечеров сегодняшним вечером я сделаю трансляцию, как раз с квартиры буду делать трансляцию, посвященную как раз приближающейся Пасхе, и думаю, что каждый вечер буду стараться как раз вот эту тему поднимать, продолжать, как раз предпасхальные все эти дни буду говорить об этом, вот, и, в общем-то, да, и после Пасхи, ну, весь месяц этот, я весь месяц-месяц не сам буду говорить об этом, вот, так что благоставляю всех вас, во имя Господне, друзья, благоставляю, вот, и с парка Киота, вот, такого сегодня дождливого парка, вот, благоставляю всех вас, во имя Господне, кстати, взял сегодня лепешку, вот, у татар здесь крымских, да, значит, взял лепешку, и будем принимать причастие вместе, слава Богу, аллилуйя, да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа, аминь. Из Киева, с парка Киота, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, мир, всем вам и благодать, да умножиться, с Богом, да, уже пора, уже, сильных уже капает уже, все, с Богом, шалом, мир всем.